Особое мнение на 101FM Парка Победы А к этой теме мы перейдем После того, как обсудим Предстоящую транспортную Реформу, реформу маршрутной сети О которой мы говорили сегодня В том числе в развороте в 11 часов 29 августа То есть уже на этой неделе В мэрии, если я не ошибаюсь, пройдут депутатские Слушания, да, все депутаты Городской думы будут там присутствовать Ну или как минимум те, кто захотят там присутствовать Вот, и им будут презентовать Как я понимаю Те изменения, которые, в общем-то Предполагаются в нашем городе Пока не очень понятно, в какое время будет принято решение Ну вот сейчас, я думаю, Владимир Журавлев Нам скажет Ну да, действительно, на самом деле Это уже не презентация С 20-го года Меняется вообще Государственная федеральная политика По отношению общественного транспорта Во всех муниципальных образованиях и в регионах То есть государство активно Влияет, пытается Упорядочить, сделать это более социально-экономически доступно Потому что общественный Общий транспорт Это кровь региона То есть когда граждане могут передвигаться Это очень важно Дороги и сам общественный транспорт Государство молодец Молодец Молодец, да Оно не просто молодец федеральное государство Еще в прошлом году В 18-м году нам были выделены деньги В порядке там, по-моему 17-18 миллионов Но почему-то сейчас за схему 15 миллионов Говорят Нам выделили из федерального бюджета вот такую субвенцию Через областной бюджет Вот На это И когда мы спросили А кто будет участвовать Они сказали А вот мы решили Что это рязанская фирма Которая якобы специализируется на этом И действительно разыграли Что для меня в очередной раз странно Моя претензия Вот она Нынешней администрации Лично Илье Вячеславович Что проводится конкурс Всегда один участник Он не кировский Владимир Вячеславович Ну вот это уже история такая Давно минувших дней Уже обсудили много раз Рязанского этого подрядчика И субподрядчика Который ему на помощь пришел И вообще там Обоснованность привлечения кировских специалистов Вот уже есть Уже все опубликовали Уже строим Киров Даже опубликовал маршрут Вот эти измененные Вы 29 числа о чем будете спрашивать? Разработчиков и власти Во-первых Этот нам проект не представлен До сих пор Его никто не видел в глаза На самом деле 29 числа Это Ну если брать Современным таким Английским языком Headline Линия То есть она Окончательная Это если честно Он такой определенный Ультиматум уже Депутатского терпения Потому что Нас С апреля месяца Мы уже знали Что в апреле месяце Он не готов Мы задавали Ставили жесткий вопрос Перед администрацией города Потому что Не позднее сентября Начало сентября Первых 10 чисел Нам необходимо В сроки по законодательству Провести конкурсы Процедуры Для перевозчиков Да Мы могли бы разыграть И у нас уже в голове Было все в порядке Ну и хотя бы там Дней 20 декабря Оставалось бы для того Чтобы утрясать какие-то Ну знаете Вся бы нестыковки Это очень важный Общественный транспорт Это очень важный Аспект жизнедеятельности Жизнеобеспеченности Вот И по моему мнению А мы знаем там И экспертное мнение Наших проектировщиков Которые выступали там Например Киров Гипрозем И там Киров Вот проект И Вятская университет Я был на пресс-конференции Которые не устраивали Они понимают Что сейчас А мы Разговаривали на городской думе 24 июля Последний раз Мы не успеваем Это сделать Сейчас там Глава департамента Городского хозяйства Он по-моему Куда-то ездил То ли в Москву То ли в Питер Я пока не знаю У меня информации нет Про Сергея Леонтьева мы говорим Нет? Да И что-то там пытался сделать Но все специалисты говорят Кроме того Что это какая-то имитация деятельности Какая-то картинка Но это несерьезно Понимаете? Владимир Вениаминович Вы видели Вот те изменения Которые предлагаются Вы ознакомились Ну то есть много СМИ написало Вот 29 числа Вы пока вообще не смотрели А нам никто еще пока не предоставил Нет Не вам как депутатам А вот вам как жителю города Интересно Вы посмотрели Что предлагается Или нет? Вы знаете Нарисовать картинку Могу Может первоклассник Вовочка Картинку Нам нужно Там должны быть четкие просчеты Понимаете? Картинку нарисовать этого мало За 15 миллионов Это слишком дороговато Там должны быть все обоснования Выкладки Рекомендации Это все понятно То есть вам для того Чтобы окончательно мнение составить Нужна официальная информация Представленная на официальном Каком-то собрании Документация официальная Документация официальная На серьезном Ну вот смотрите Да Смотрите Что обсуждается сейчас Первое Закрытие маршрутов Дублирующих Их по-моему 8 Если я не ошибаюсь В том числе 9 автобус 14, 22, 37, 87 Первый Единица ходит От инфекционной больницы До ипподрома Там через улицу Ленина Закрытие потенциальное Вот этих вот маршрутов Введение так называемых Пересадочных станций Да То есть люди Которые Раньше на одном автобусе Из точки А в точку Б Попадали Возможно После того Как реформа вступит в силу Не смогут этого делать Им придется совершать пересадку Введение пересадочного тарифа И время Вот это вот Которое отводится на то Чтобы Либо бесплатно Либо там С минимальной доплатой Пересесть С одного транспортного средства На другое История с Уведомлением пассажиров Потому что до сих пор Непонятно Если вот это все Единовременно и разово Перестроится И начнут по-другому Совершенно ездить Автобусы и троллейбусы По городу Кирову Как люди будут В этом ориентироваться Вот можно я скажу Аня Да Это то что вы говорите Но это тоже Первокласснику Вовочке Понятно На слух А мне нет Ну я готов Может быть там Не в эфире рассказать Это достаточно долгое Нужное Но меня это интересно Знаете что Что не просто Мне нужно интенсивное движение Плюс Пассажирско-транспортное Схема должна позволять Как мы будем Расширять дороги Где у нас узкие места Затыки Интервал движения Не просто так Пересадочная станция Это знаете Как будто бы Вот картинку выбрали В сложной Сегодня городской Городской инфраструктуре Вы говорите о реформе В комплексе Конечно А где мне просчет Если у нас Например школа Детские сады Далеко находятся Давайте скажем Что из этого микрорайона Который привязан к этой школе Как будут дети добираться с этого Там увязка сложная 15 миллионов То что мы сейчас вот Можем представить Чересчур упрощенную схему Которую вот Ну только что проговорили Я согласен так Пытаться разобраться Так она не стоит 15 миллионов Это стоит может 100, 200, 300 тысяч А 15 миллионов Это серьезнейший документ Который Потом должен вылиться С 20-го года Изменив генплан Как мы будем жить Как расширять дороги Может быть Мы будем здесь Троллейбусный транспорт Мне важно здесь Что выгоднее Троллейбус рекомендация Или автобус На газомоторном топливе Если мы собираемся Строить например Здесь комплекс школ Давайте как дети Будут добираться То есть она включает Очень вопросы А сейчас нам Предлагают Или считают Там я не знаю Ну или за дураков У меня такое ощущение Что нас считают Весь всех гаражах Подождите 29-го числа Вам все-таки будут В комплексе Всю схему презентовать Или только изменения Маршрутной сетки Нет Однозначно в комплексе Так Вот то что Я знаю Леонтьев пытается Нам докладывать Вместе с Шульдиным Ну вы знаете Это для детского сада Хотите Сходите в детский сад Если такой будет Серьезный разговор Депутаты говорят Если мы увидим Что нас пытаются Просто надуть Или очки втереть Какие депутаты Об этом говорят Городские Много их Ну я считаю Сколько процентов Большинство Большинство Я думаю что большинство У нас смотрите Какая ситуация Ну не секрет Что Есть активные депутаты Которые Лидеры Так сказать Там независимо Даже от партии Есть лидеры Которые Как бы Пытаются Входить в какие-то вопросы Там изучать А есть те Которые смотрят на это Тут очень важная позиция Вот по Пассажирско-транспортной Ну я думаю Что единодушие По крайней мере Все главы фракции Которые собирались Там И Единодушие В чем В том Что Во-первых Ну Эта схема не готова Это провал Первое Это провал Второе Мы дали шанс Шульдину и Леонтьеву Оправдаться 29-го Да Они будут это делать Это хедлайн Вы будете смотреть Получится Не получится Конечно Хотя У меня на 99% Есть уверенность Если не произойдет чудо Ну в чудо Нужно всегда верить Нас это мучает история Ну давайте 99% нам ничего не предстоит Нам попытаются Замазать глаза Владимир Вениаминович Хорошо Прям вот Последний вопрос Тогда задаю вам Скажите Изменения В структуре Маршрутов Городского транспорта Назрели или нет Вы знаете Надо менять Радикально Картинально Или нет Во-вторых Есть требования Федерального закона Который с 20-го года За общественный транспорт Начинает отвечать Область Город То есть Не сейчас Какое-то АТП Это становится Государственной политикой Государственным регулированием И возможно Там какие-то даже Дотации Чтобы в разных регионах Потому что это очень важный Социально-экономический компонент На него нельзя просто так Поднять стоимость Потому что Это должно соответствовать Во-первых Многим показателям Средней зарплате По региону Если средняя зарплата По региону не растет Нечего Социально-экономический Тариф Повышать А если вы Господа управленцы Не справляетесь При такой стоимости Тогда давайте Вас Или 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 вас поменяем Может быть Возьмем тех Которые смогут организовать Ну или Во-вторых Нужны какие-то другие Кардинальные меры Или дотации С федерального Или областного бюджета Возможно с городского Владимир Журавлев В нашей студии Депутат Кировской городской думы У нас сейчас По регламенту Небольшой полуминутный перерыв Вернемся Все-таки Еще договорим Про маршрутную реформу Особое мнение На 101FM Продолжаем с депутатом Кировской городом Владимиром Журавлевым Обсуждать предстоящие изменения В сфере общественного Пассажирского транспорта Остановились на вопросе Про деньги Если не растет Благосостояние жителей То нечего И платежи За проезд Повышать Это не мое мнение Это рекомендация Министерства финансов Федерального Я понимаю Да Ну вот Понимаете Гладко было на бумаге Да забыли про овраги Все равно Транспортники В любом регионе Не только в Кировской области Время от времени Требуют повысить тариф Потому что дорожает бензин Дорожает там еще что-то И прочее И прочее Все-таки Если в Кирове Эта система Будет введена С боями Там не знаю Каким образом И с лета следующего года Как обещают Нам начнет она действовать И вынуждены будут люди Пересаживаться С одного транспорта На другой И будет введен Пересадочный тариф Вот по вашему мнению Сколько он может составить Посильно Для жителей города Я хочу сказать Что я Как депутат И моя фракция Я за это могу точно сказать Мы не согласимся С такой Пассажирской схемой При которой В городе Будут пересадки Во-первых Пересадки Это всегда бывает Владимир Вениаминович Не всегда Оптимизируйте Во-первых У нас город Вот давайте мы посмотрим Если мы берем Там от проспекта Стритили Ну от метро По московской По радиальным улицам До Условно говоря До реки Вятка Возьмем центральный Это 5 километров Затем возьмем От Например Там 8 троллейбус ходит Ну почти Нет я просто хочу сказать Что на счет пересадок И если берем И если берем От филейки Да Там От окраины И например В сторону Ну вот Гринхауза До Чижей До Солнечного берега Это где-то 6-7 километров 5 на 7 километров Какие пересадки Оптимизируйте В том И задача Искусство Создать пассажирскую схему Что пересадок Не должно быть Понимаете То есть Это кольцевые маршруты Когда То есть Что такое кольцо Мы понимаем Да То есть Как метро Станция метро Есть одно кольцо Есть второе кольцо Есть радиальное Ну правильно И там ты с кольцевой На радиальную переходишь То есть Пересадка-то все-таки есть И мы хотим Привязать Нет К местам работы Конкретных людей Может быть Мы не сможем Эту схему Приравнять Но Схема доступности Социальных объектов Больниц Детских садов Школ Это знаете Вот Обязывать При создании Этой схемы Чтобы Например Конкретные Больницы Предположим К северной Должна быть Доступность Вот У него есть У нас регион Задача Есть социальная Куст Куст Который прикреплен К этой больнице Так фактически Должны со всех Центральных улиц Которые С магистральных Спокойно Люди добираться Вот о чем Говорит схема Она Говорит о доступности Многих социальных сфер И это Продуманный Сложный документ Почему цена 15 миллионов рублей Это ведь не просто так Схемка пересадки Там нарисовали Так она у нас Сейчас работает Поэтому Это серьезнейший документ Он Влияет на социально Экономическую ситуацию В регионе И неправильный документ Или его недостаток Или его нет Он может взрывать Ситуацию А это никому не надо Так ведет себя Ответственная власть Безответственная Вот ведет так Так как у нас Эта схема до сих пор Вам как кажется 29 числа После ваших обсуждений Будут вноситься Какие-то радикальные изменения Вот этот Предложенный документ Или нет Вы знаете У нас мы натыкаемся В последнее время На целый блок вопросов И мое мнение Как депутата Я его высказываю Так Что глава администрации Шульгин Лея Вячеславович Не справляется Со своей работой Главы администрации Как организатор Но А что делать Рыба гниет с головы Понимаете Рыба гниет с головы Мне непонятно Его действия Мало того Он не слушает Он Что значит непонятно Хоть какие-то шевеления В городе начались Приближающие Киров К каким-то Более крупным городам Погодите Это ведь Не Шульгин пробил Вот эту схему Пассажирскую Не он нашел денег Это обязательно Федеральная программа Всем субъектам Раздали деньги Говорят Делайте пассажирскую транспорт И организуйте К 20-му году Первое Дорогу например Вот которая Из последних регионов Сейчас реализующих Проектов 500 миллионов Нам выделили На дороги Для строительства Новых жилых комплексов Это в Урованце В чистых прудах Где заслуга Шульгина Осваивайте 500 миллионов Где заслуга Строительство детских садов Школ Где заслуга Шульгина Это федеральная программа Я вот уверена Например Что все эти деньги Из федерального центра Надо выпрашивать Какой-то образом Нет такого Я вам ответственно говорю Разбрасывали по всей России Знаете Погодите Да Ответственно говорю Я знаю Как формируются Эти программы Это федеральные деньги Которые нам говорят Вот вам На три школы Слава богу Только Извините Но для этого Вы должны сделать Показать нам Где вы это посадите Эту школу Сделать проектную документацию Для этого Иначе бы не давали денег В следующий год Нам не хватает сегодня Вот я официально говорю Признание 16 школ в городе Для того чтобы Навести нормальный процесс О котором говорит президент Представитель правительства Говорят нормы Роспотребнадзоровский Говорит Наш областной закон В котором сказано Количество детей В школах В классе Должно быть 25 человек Это областной закон На основе федерального закона А у нас сегодня везде 30 О чем мы говорим Или 11 классов Ну Тут Вы понимаете Вот В последние годы В нашем регионе Почему-то появляются Те люди Которые Ну Они не выполняют Не слушают президента Они прикрываются этим Если этот человек Значит Я считаю Человек негосударственный Он может работать на заводе На какой-то фирме Он должен ориентироваться Всегда маячок Это что заявляет Представитель правительства Что говорит наш президент И от этого отпрыгивать И если Президент дал поручение Представитель правительства Дал поручение Это умри Но сделай Не можешь Освободи место Придет другой Который тоже умри Но сделай Не можешь Освободи место Придет другой Я уверен Что такие люди найдутся Это бесконечный процесс Бесконечный И каждая новая метла Будет в течение года Или полутора лет Входить в курс дела Потом делать ошибки И потом снова придут депутаты Скажут Не можешь уходить Знаете почему Шульгин хлопается И у него все не получается Так Что значит хлопается Ну вот с этими проектами А понятно С пассажирской транспорта Генплан Мы хлопнули Да на год Растянули Ну подождите Еще не хлопнули Не храните раньше времени Генплан хлопнули Я имею ввиду Завалили проект Сейчас вот по дорогам Мы посмотрим В чистых прудах Я думаю Это уже завалим проект Подождите А что с дорогой С чистых путепровод Сдают Погодите Путепровод Это отдельный проект Так В год 31 августа Я не сомневаюсь Был Готовность велика А вот дорога Которая из города К этому путепроводу И потом дальше По чистым прудам Дороги Подождите Вы улицу Попов Вы имеете ввиду Или какую дорогу Я не могу понять Нет От путепровода По чистым прудам Дороги Так Вы имеете ввиду Те которые в чистые пруды 500 миллионов Которые нам выделили На Урванцево И на чистые пруды Так У меня сомнения Что там будет Это сдано Почему Ну давайте дождемся Потому что Ну сроки там по моему Конец октября стоят Совершенно верно Ну еще 2 месяца есть Почему у вас сомнения Но эксперты Которые в дорожнике Эксперты в дорожнике Заявляют Там не хватает Ни техники Они видят же объема работы Подождите Вот сейчас БКД Заканчивается Во всех остальных районах Во всех остальных участках И всю технику Которая будет освобождаться Всю Прям туда как Бросят И там за неделю Все сделают А нет Да Вы хотите сказать Что нереально построить дорогу За неделю Есть же определенная Технология Вы знаете Асфальт ведь нельзя просто положить Нужно сварить Один слой положить Второй Притом Все просохнуть должно Строительство новое Да Там есть коммуникации Там есть А на дворе осень Скоро дожди Ну конечно Конечно А вы видите Что лето в этом году не радует И я сомневаюсь Что оно будет У нас оно такое Ну вдруг Солнечный октябрь будет Октябрь у нас всегда дождит И теплый Да Тем более теплый Вы знаете Что там Ну Если будет даже Ниже плюс 10 Подождите Ну вот Хорошо На погоду Надежды мало Вы говорите Что не справятся Не успеют до конца октября Или сделают Но качество будет Недостаточное Нет Речь идет Про что вы Качество это отдельно Мы посмотрим По качеству нельзя ничего говорить Я не могу о качестве говорить Потому что если конца октября Они не успеют Это значит что они вообще Не сделают Качество Мы можем определить Если будет дорога сделана У меня есть сомнение Что дорога будет сделана Тот проект будет реализован В чистых прудах Потому что Это определенный объем работы Это дорога новая Это не просто Вы знаете Асфальт положить Отремонтировать А почему у вас сомнения Ну потому что Мы выезжали в депутаты И плюс И что вы там увидели Слушайте Я Как мы по радио Можем рассказать Пусть ездят Мы знаем объем работы Давайте спросим Например Какого-то строителя Эксперта Пригласим И он Может быть Подетально Разложит Вот Просто своими словами Двумя предложениями Скажите Что вы увидели Что там Давайте мы пари заключим Сделаю дорогу Или нет Нет Это мы с вами сделаем За рамками эфира Значит Вы что там увидели То есть вы приехали Там не проложено Вот этот Конечно Нет техники Нет техники Нет людей Конечно Когда вы там были Ну буквально неделю назад Неделю назад Может сейчас уже там работают Нет Я знаю объем работы Проехали по всем улицам Которые должны быть сделаны Так Они не успеют Мало того Со мной было 4 человека Специалисты в дорожном хозяйстве Ага Так Которые ответственно говорят Слушайте Ну здесь не успевают Однозначно Мало того Я говорю А если нам там В 10 раз техники нагнать Они говорят Есть определенная технология А вы вопрос-то задавали В администрации Или там Я не знаю В августе депутаты Были в отпуске Так Был Шульгин в отпуске Так Вот 29 числа вы об этом спросите Я правильно понимаю Или не спросите Нет 29-го Там депутатские слушания Только отдельный вопрос По транспорту По транспорту По транспорту Это тоже очень важный вопрос Ну вы же его увидите Можно же Шульгина в уголок отвезти И спросить Что происходит с дорогой С дорогами В чистых пудах Для меня Спрашивать у Шульгина Уже смысла нет Я для себя Как человека Как депутат Решил Что этот глава администрации Не должен Вас не устраивает Не устраивает Он не справляется Очередной глава администрации Который не справляется По мнению депутата Владимира Шваблева Если бы послушали Например У меня есть 4 кандидатуры сегодня На то Это кировские все Это ответственные люди Это не люди Каких-то партий Или еще что-то Это обычно Нормальные хозяйственники Умеющие организовать работу Если бы Вы фамилии можете назвать? Пока нет Без их согласия Понимаете? Без их согласия Дождемся согласия Но с ними я проговаривал И я знаю Что экспертное сообщество Говорит да Если бы Хотя бы один раз сказали Вот Жулев предлагает Конкретно человека Какого-то Я готов нести ответственность за это Вплоть до того Что я сложу себя Полномочий депутатский А если он тоже не справится? Вы знаете Я еще раз Проблема Шульгина Вы с ним еще и рассоритесь потом Погодите Нет Вот послушайте Проблема Шульгина Он опирается На своих людей А он не задействует Аппарат Самой администрации Раз Специалистов Бизнеса Местного Депутатов Которые готовы Все были помогать Взять ответственность А он Втихаря Создает условия Приходят Некировские фирмы И сегодня Вот по этим дорогам Да кто ему будет спасать? Никто его не будет спасать Понимаете Там Сегодня Ну подождите Вы подождите Хоронитев Были там неделю назад За неделю Многое могло измениться Тем более Прошлая неделя была теплая Давайте мы не будем говорить Мы с вами не договорились По дороге Говорить по Урванцево Я вам хочу сказать Давайте вернемся К Урванцево Вот транспортно-пассажирская схема Она похоронена Все об этом можно говорить Она должна была в ноябре прошлого года появиться Ну не появилась Ну все Не появилась Ну может здесь будет Все шугин в отставку Вот так Владимир Журавлев В нашей студии Депутат Кировской Ответственность персонально Спасет нашу страну Городской думы Да Владимир Вениаминович Значит у нас еще несколько тем впереди И через минуту буквально У нас будет перерыв на рекламу До того как мы уйдем на рекламу Я все-таки перейду к теме суда По делу Парка Победы Озвучу вопрос от нашего слушателя Евгения Который есть на сайте Каковы перспективы возбуждения уголовного дела В отношении главного фигуранта Так он его называет Творившегося в Кирове Коррупционного беспредела Владимира Быкова Город устал ждать справедливого финала Ну я должна сказать сразу же Что главным фигурантом Как раз Евгений называет Владимира Быкова Потому что фигурант в деле Парка Победы пока один Это Леонид Ефаркин Это учредитель завода Охотничьего и рыболовного снаряжения Который собственно говоря Является обвиняемым по делу И на прошлой неделе стало известно Что в судебном процессе Планируют таки допросить Еще большее количество депутатов Городской думы Которые в свое время голосовали Как раз по этому делу По изменению статуса участка Потом как я понимаю По продаже земли И в том числе в суд Планируется вызвать Владимира Быкова Но пока как я понимаю Не очень известно когда это произойдет На этой неделе или может быть чуть попозже Мы с Владимиром Журавлевым сейчас Прерываемся на полторы минуты После этого вернемся И по делу Парка Победы будем говорить Особое мнение на 101FM Возвращаемся в эфир В нашей студии Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы И его особое мнение мы сегодня слушаем Я напоминаю на чем мы остановились Вопрос нашего слушателя Евгения Каковы перспективы возбуждения уголовного дела В отношении Владимира Быкова Речь идет о Парке Победы Да я так понимаю Все таки Хотя Евгений более широко тему берет Он обозначает это как творившийся в городе Кирове Коррупционный беспредел Ну вот собственно говоря По теме Парка Победы известно Что Владимира Быкова уже вызвут Да в суд давать показания Правда пока непонятно Когда это произойдет Вам Владимир Вениаминович как кажется После того как Владимир Быков придет в суд Изменится что-то или нет Я очень внимательно Вообще с 13-12 года Как я пришел депутатом Я этим делом как депутат Занимаюсь Хочу сказать что По федеральному закону о местном самоуправлении Статьи 40 В которой прописан статус депутата Одним из пунктов говорит Гласит Депутат может проводить Независимые депутатские расследования Так И То что было в четвертом созыве Сейчас пытается депутата в четвертого созыва вызвать И один уже Альберт Бекалюк Дал показания Что действительно он продавил всех В единой России И господин Быков заставлял голосовать Ну там пятеро было по-моему депутатов Из четвертого созыва Кто давал показания И Лопаткин там был Да И Лопаткин который подтвердил И глава министра И все вроде бы говорили про то что Да действительно мы там понимали Что может быть что-то мы не то делаем Но вроде как все по закону Поэтому По какому закону По гражданской правовому Решение приняли Так Хорошо Я очень слежу за прессой Мало того Я был один из тех депутатов Которые Как вы думаете Планомерно С тринадцатого года Можно я расскажу Да С тринадцатого года Мы собирали документы Нам документы Вот я хочу сказать всем Таким главам администрации Там губернаторам Там министрам Народ настолько в Кирове Неоднородный На вас постоянно Несут документы Особенно те которые жуликоватые Которые заранее знают Вот у меня этих документов Я не знаю У меня собираются У меня стабильно Такой большой ящик Не жалобы А документы обличающие Ну конечно мы проверяем Депутат Вот я занимаюсь не тем Чтобы например Сегодня там строить это О том чтобы там Очередной чиновник Очередной там Чиновник не совсем чистоплотный Несут документы Доказывающие Несут аудиозаписи Видеозаписи Человек где-то с чем-то столкнулся Что ему не понравилось Или кажется противозаконным Нет-нет-нет-нет Несут чиновники Или работники Муниципальных предприятий Там государственных предприятий Несут бумаги Документы обличающие Их начальство Конечно А то есть С 37 года Ничего не изменилось Погодите Нет Погодите Они несут на тех Вот Вы знаете Вот есть люди Которыми То есть это хорошие люди Несут документы Извлечающие плохих людей Вы про это Это честные люди Вот знаете Есть Знаете Я считаю Что депутат Должен быть принципиальным Что я подразумеваю Некоторые у нас депутаты И в этом созыве В шестом И в пятом И в четвертом Я встречался с некоторыми Разговаривал Они говорят Мы честные А честный депутат Это что? Это тот который принципиальный То есть ты честный Я знаю что там воруют Но я не говорю об этом Вот такой получается Хотя сам не ворую Иван строй получается Такой Лопаткин Алексея Получается Такой Вот Бекалюк Он не просто честный Он и принципиальный Он открыто Выступал Пошел до конца Поплатился карьерой Но вы знаете Нормальный человек Вы же знаете Тут есть такая фраза Я знаю Пострами дьявола Скажи правду Все Владимир Вениаминович Давайте возвращаемся Все таки ближе к делу Владимир Быков В суде По делу Парка Победы Как вам кажется Что будет говорить? Нет Давайте это Я не знаю Я не в голову Быкову влезу Давайте расскажу Поэтому я знаю структуру И вот это сейчас Судебное разбирательство Разбирается Как вам кажется О чем будет спрашивать Его защита? Потому что защита Инициировала вызов свидетелей Там могут быть Пять вариантов Я хочу сказать Что есть такой предмет В юридическом праве Теория доказательств В уголовном процессе Я слышал интервью С Яном Чеботаревым Выступление Антона Долгихих И того что вот это 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 Они не знают Всех моментов и деталей Я знаю процесс изнутри Потому что мы Очень много документов Мы в отличие От других чиновников Таких как там Мамедова Наталья Ирина Рубцова Архитектор Депутаты Их там было в пятом созыве Четверо Постоянно Собирали эти документы Передавали Как и положено Правоохранительным органам В прокуратуру В областную В федеральную Службу безопасности Там В следственный комитет Это все накапливалось Так подожди А документы-то выбрали Вам их кто-то приносил Вы говорите То есть люди Люди которые Эти документы Носили на подпись В один кабинет администрации Копию этих документов Вам приносили Погодите Аня По статусу Депутат должен Мы контролируем Мы делаем запросы Я не сомневаюсь Не сомневаюсь Во-первых Если мне принесут копию Это не документ Я делаю запрос Мне приносят информацию Я делаю официальный запрос Получаю официальный ответ Так И очень много Было оттуда Как бы взято Тем более Давайте спросим Кто считает Что парк победы Был незаконно Переведен и продан Областная прокуратура Судилась Два с лишним года Областная прокуратура Что такое прокуратура В государстве Это орган За закона исполнения Значит она считала А вот другие люди И вот у меня знаете Я уверен на 100% Что господин Быков Будет вызван Я хочу даже В качестве свидетеля В качестве свидетеля Пока Ну не знаю Может быть в качестве подозреваемого Нет Пока вызывают В качестве свидетеля Слушайте Давайте мы не будем За суд говорить Это может быть и так и так Но показания же Против Быкова дают Поэтому я думаю Что его статус Мы его пока не вызвали Вполне будет Что подозреваемого И вот там смотрите Как было разворачивалось дело Сначала был установлен факт Он документально доказан Поэтому возбудили уголовное дело Факт снижения стоимости Продали за 338 Хотя должны как быть Минимум Там изменена была Кадастрова стоимость Как минимум за 9 Так Жадность загубила А потом был второй аспект Продали за 165 миллионов Да Уже Я даже еще знаете Вот какую скажу Вещь Вот парком победы Все не закончится Не закончится Сегодня А что будет Сегодня и мы Вот депутаты Передали правоохранительным органам 13 эпизодов С землей И с другими Незаконный вывод денег С муниципальных предприятий Там целая куча И везде так или иначе Торчит Главный Фигурант По мнению Евгения Господин Я с ним полностью согласен Я это вижу изнутри К сожалению Такая знаете Я не все могу говорить В студии По одной простой причине Потому что Ну Эти же такие товарищи Раз не доказано Подождите Это российский закон У нас вина человека Не доказана Человек считается невиновным Конечно Но сегодня Рассматриваются 13 эпизодов Связанных Мало того Из Пятого созыва Шесть депутатов И все Единая Россия Подозреваются В каких-то Действия Эти действия Сейчас изучаются Один Николь У нас уже задержан Там есть еще Пятеро есть Мало того Двое депутатов Из нынешнего Шестого созыва Их уши там Тоже торчат Мало того Документы изучаются Я здесь хочу сказать Что они может быть Станут фигурантами Но то что Они будут допрашиваться По другим делам Парк победы Вот даже он будет Завершен А я уверен Что будет завершен Ну вся логика Все допросы Все эти документы Которые имеются Вот кто владеет Таким предметом Как теория доказательств Я знаю что документально Там все доказано То есть вы предполагаете Вы предполагаете Что статус Владимира Быкова Все таки изменится Я вам хочу сказать Это первый момент У меня есть подозрение Что будет Еще 13 эпизодов Попытаются Ну это решение Следственных органов Я не вмешиваю В свою деятельность Но в моем понимании Есть еще 13 эпизодов Кроме Парка победы И если это Суммировать То Ну вот Мое мнение Как депутата А я могу проводить Расследование Не уголовное расследование А расследование Получение документов Там Запросы делая Привлекая экспертов Получая Какие-то документы Ну я не могу Их просто так Я прежде всего Их должен передать Правоохранительным органам Что в общем-то Мы и делали Так И я ведь Не в одиночестве Мы передали эти документы И в моем Я могу как Человек Калориуметическое образование Смотреть В моем понимании По всем 13 Можно проводить Уголовное дело И задерживать Ну пару десятков людей Из нынешних Там депутатов Городской Областной ОЗС Городской думы Чиновников Вот для меня например Непонятна до сих пор Роль господина Перескокова Он заявлял В гражданско-правых отношениях А тут прокуратура с ним Прокуратура говорила Не соглашала Говорит Незаконно продали А он продал эту землю Он подписал Не он подписал Или он там заявлял Что я не имел права Не продавать Да В гражданско-правых отношениях Да А сегодня это уголовное дело И человек Который продает за 338 тысяч Что он не понимал Я ему на городской думе Поднимал его Сказал Александр Викторович Вот вы продали За такую стоимость Вы понимаете Что вы сделали Он стоял Как школьник И молчал А что он сказал? Молчал Понятно Ничего не сказал Я говорю Он говорит А что там все законно Я говорю Там будут построены Он говорит Там спортивный якобы объект Но это тоже была фикция Владимир Вениаминович Все Вот Я поняла Конкретного Ответа на вопрос Я пока не получу Видимо все таки Надо дождаться Да Выступление Владимира Быкова В суде И там уже обсуждать 13 эпизодов Вы говорите Мы эту цифру записали Будем следить У нас просто Две минуты остается До конца Эфира И есть еще Одна важная тема Которую я хотела бы Чтобы вы прокомментировали Это история С дизайн-кодом Улицы Ленина Вот очень коротко Смотрите история Презентовали в четверг Да Вот эту Вот эту вот Всю Там потенциально Вот эти все работы Которые будут внедряться С 2020 года До 30 июля Следующего года Будет переходный период Для предпринимателей По замене вывесок По там Каким-то еще Работам Которые они должны Будут произвести После этого Их будут штрафовать Для юридических лет Сумма штрафа От 50 до 300 тысяч рублей Что говорят предприниматели Предприниматели говорят Ну хорошо Окей Я сниму эту вывеску Которая вам не нравится А вы фасад видели Ну я с этим согласен Я в курсе этого У меня знаете Кто будет защищать предпринимателей Минуту у нас Кто-то может вообще Защитить Я думаю что депутаты Вы знаете Это вот придумка Господина Шульгина Опять Ну я все это понимаю Я хочу обратиться Бизнесмена Вы нас тоже поддержите У нас У меня как у депутата Есть намерение Просто снять с должности Это в моих полномочиях Только это вы думаете Может решить Да Понимаете Это подход Владимир Вениаминович Ты сначала реши один вопрос Потом делай другой Сначала отремонтируйте фасады Которые распадают Посмотрите улица Ленина Сделайте на улице Ленина Нормальное освещение Вы видели Там оно какое уродское Там уже реализован проект Энергосторисного контракта Вот посмотрите Есть видео Видео в интернете Там полосы Там нет полной освещенности Там поставлены светильники Я даже не беру Мы проверим Сейчас депутаты Проявим Люксы соответствуют или нет Но для того чтобы была освещенность Она полосами Черная полоса светлая А при энергосторисном контракте То что нам заявлялось И должна быть освещенность Всей улицы А она полосами Должно быть светло как днем Поэтому там необходимо Если мы там копируем Казань Поднять столбы Ровно в два раза Для того чтобы освещенность Она распространялась Поэтому если вы господин Шульгин Не исполняете свои решения О которых вы заявляете В частности Энергосторисный контракт Так удите Не мешайте Или не требуйте с других Но щите себя Подождите Возможно будет каким-то образом Отбить предпринимателей Ну то есть вот история Уволить Шульгина Только так И все вот эти решения Которые Ну подождите Ну возможно же наверное Пересмотреть сроки Нет? Нельзя? Слушайте Я терпел ровно год Я первый год Как депутат присматривался Даже поддерживал его Но меня обманули С 24 школи 500 семей 500 людей Просто обманули Все Вы разочаровались Я не разочаровался Я Не лично мне это плохо сделал Я считаю что Человек Глава администрации Который обманывает Граждан Должен ходить в отставку Работайте на заводе Можете там обманывать Собственников Подождите Это общественный интерес Человек хоть что-то делает А вы опять ругаете Знаете почему Сталина вспоминают Не надо расстреливать Но должна быть персональная ответственность Персональная ответственность Сделал Не сделал До свидания Вот и все Тогда люди будут более ответственны Так у нас никто не успевает Сделать все Что обещает Никто Мы Шульгину предлагали Я ему предлагал Давайте я возглавлю Вот это направление Там Ерохин говорит Давайте я возглавлю это А он говорит Сами с усами Все Владимир Вениаминович Время вышло Нас сейчас выгонит Просто из студии Звукорежиссер Я благодарю Владимира Журавлева За его особое мнение Программа на этом заканчивается Я благодарю Евгения за хороший вопрос Я думаю что Мы получим тот Положительный ответ Граждане города Которые ждут От результатов Рассмотрения Дела по Парку Победы Все, все До свидания